Все, с приседаниями закончили. Прямо секунд 10-15 отдышимся и переходим на отжимания. Тебе выполнять отжимания тяжело. Выполняем с коленок. Давай напомню, как это делать, пока отдыхаешь. Руки ставим на уровне груди. Илья Бессмертных – тренер по фитнесу. Уже три года он помогает людям добиться идеального тела. Проводит не только физические упражнения, но и дает рекомендации по правильному питанию. И даже сейчас, в период пандемии коронавируса, когда нельзя проводить тренировки в зале, он работает по-прежнему. Только формат изменился. Все онлайн у нас получается. Те люди, которым необходимо, у кого-то по здоровью необходимо заниматься, потому что они без этого не могут. Кому-то просто хочется выглядеть хорошо. У кого есть какой-то инвентарь, прямо онлайн проводим тренировку. Ставлю телефон, камеру на штатив, провожу все это, и проблем не возникает. У кого есть желание, тот тренируется в любом месте и в любое время. Такие онлайн-тренировки проводятся каждый день. Дома он оборудовал собственную мини-студию, но чаще всего занятия проходят на свежем воздухе. Современные технологии позволяют тренеру не просто показать упражнения, но и проконтролировать их правильное выполнение. Однако от такого формата многие бейчане отказались. Относительно заработка, какой был, сейчас какие-то проводишь тренировки, но все равно это какое-то количество людей отсеялось. Кто-то в любом случае тренируется, но минимальное количество людей на самом деле. У нас лето и так не сезон получается, практически в два раза падает посещаемость залов. А тут в такой ситуации люди некоторые боятся, некоторые просто ленятся на самом деле, и поэтому тренироваться бросают. А это Ангелина Берникова. Она тоже фитнес-тренер. Проводить онлайн-курсы, как Илья Бессмертных не стала, девушке на время пришлось кардинально поменять сферу деятельности. Для того, чтобы прокормить себя и дочь, она устроилась курьером. Доставляет блюда японской кухни. Сейчас подрабатываю курьером, доставкой, роллы из суши развожу. У нас оплата тысяча в день, независимо, сколько ты развезешь заказов. И плюс оплачивают бензин. Ну, еще у меня есть дочка, которой 17 лет. По указу президента с 3 до 16 лет только выдается помощь. Не знаю почему, 17-18 летние дети, как будто их не существует. Да, сейчас поменялось многое. Приходится пересматривать приоритеты. Порой отказываться от вещей, уже ставших привычными. Но заработать на минимальный набор услуг и продуктов можно всегда. И такие истории в очередной раз показывают, что как бы тяжело не было, какая бы ситуация ни сложилась, выход найдется. Главное, чтобы было желание. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Будни.